Горошины Над крышами, которых нет пока В поздний час в Москве снятся облака Над крышами, которых нет пока В этих снах листва весенняя И площадь где-то подвечерняя В этих снах развеют Лёгкий шум шагов На улицах грядущих городов В этих снах рассвет Лёгкий шум шагов На улицах грядущих городов Эй, Женя, чё с кис-то, а? Ботинки жмут Да, а вот я в ваши годы Пришёл в лаптишках тракторный строить Бывало голодные Подвес мены вкалывали И ничего не жало А разве сейчас это обязательно? Звёзды фонарей касаются Спокойно спит Москва-красавица Может, снится ей город молодой Тот город, что построим мы с тобой Может, снится ей город молодой Тот город, что построим мы с тобой Внимание! Объявляется посадка в самолёт, вылетающий рейсом 216-м по маршруту Москва-Владивосток Прошу! Может, я вас побеспокою? Устроюсь в гостинице Ну, а чем это не гостиница? Люкс Так это и есть Митя Да, Митя Здравствуй Здрасте Ну, будем знакомы Эй, приятель А ты не боишься, что у тебя утюг промокнет? Это не утюг, а ракета на подводных крыльях Как же я сразу не догадался, вот беда какая А вы рыбак? Нет, я не рыбак А у нас лодка моторная Что ты говоришь? А мы рыбу большую вот такую поймали, даже большую Молодцы А вы сказки умеете рассказать? Сказки? Ну, раздевайся! Ну что? Тихо 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 Уезжают, другие уезжают Круглый год одна карусель А ты знаешь сказку про карусель? Нет Ну, слушай В некотором царстве В тридесятом государстве Жил, был Карусель Маленький мальчик И его звали Карусель Нитя Петр Егорыч А что у вас тут? Зарплата плоховато? У нас на заработки жалуются только лентяи Не в этом дело Ну, а начальство как относится к этой, как вы говорите? К карусели? Ну, как вам сказать? Начальник стройки, Оксан Андреевич Ну, свой человек Он и поругает, и заработать даст У него своих дел хватает, вся стройка на плечах С размахом, мужик Вот так вот и живем Скоро холодильник куплю А? А, ничего, ничего Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А-а-а! Э-э-э! Подожди, подожди, подожди! Стой! Вона! Кий! Ух, замяк! Начальство приехало! Рыбу удочкой ловит, товарищ Маркин! Вы что, законов не знаете? Это же браконьерство! Вор, товарищ Матвейчик! Матвейчук! Ну да, Матвейчук! Я тебе! А что? Осторожней с огнём! Уху варим! Маркин дочку родил! Ничего-ничего, это не страшно! Поздравляю, товарищ Матвейчик! Спасибо, товарищ начальник! Не за что! Удал в поле! Уди! Матвейчик. Алеш, зайдём на огонёк, а! Маркин, принимайте свою компанию! Кто там? Пустите погреться. В дом ходит, шапку снимает. Хм, ха-ха. Вот теперь заходите. Спокойно. Алёша, плати по счёту. Хм, ха-ха, ну хватит. Хм, ха-ха, ха-ха. Пижоны. Садитесь, подвезу. Спасибо. Ну, товарищ Маркин, с кем вас поздравить? С дочкой Степан Сокрович. С дочкой? От меня передайте жене привет и поздравление. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. О, начальство едет. Саша! Саша! Ну вот, Фёдор, тут я и живу. А что, неплохо устроился. Рад я, Фёдор, что ты согласие дал. Нужен ты мне сейчас волк позарез. Ну, а заманил-то кто? Ты, дьявол. Ну-ка, давай, давай, помогу. Перестань, ну что ты. Ну, ладно, ладно, проходи. Да, слушай, шатуха-то помнишь? Ну, говорят, докторскую защитил профессор. Слышал, знаю. Ну, а ты тут никаких званий не получил? Да у нас же звания дают тому, кто за всю свою жизнь паршивого шалаша не построил. А я ведь что, эти, гидростанции строю. Ах, да. Да куда теперь, прямо? Да, да, прямо, прямо. Асенька, встречай гостей! А Фёдор-то наш, оказывается, в палатке ночевал. Но это не самый большой подвиг в моей жизни. Ну, как Наташа, как сын? Наталья скоро защитит диссертацию. А Женьке бритву купил, а? Ладно. Асенька! Асенька, а где наш это хреновец, а? Чего? Ну, хрен куда переложить? А, посмотри в шкафу. Вы в министерстве были? Да нет, Юси. Сейчас. Ой, Сашенька, взгляни на полки. Что там говорят про Сашу? Говорят. Говорят, вовсю говорят. Эй, народ, где вы там? Олимпиадова? С чего начнем? С мебели. То есть? Надо передвигать мебель. А, по Гоголю. Какому Гоголю? Николаю Васильевичу, чем больше ловки, тем больше означает деятельность. Ну, вам ведь нет. Я пригласил вас, господа. Ну, алкоголики проклятые. Разрешите? Разрешим? Ураль. Ураль. Вот так. Ураль. Ураль. Продолжение следует... Продолжение следует... Внимание! Всем начальникам участков явиться в стройуправление на планерку. Повторяю. Всем начальникам участков явиться в стройуправление на планерку. Так вот, товарищи. Никаких дополнительных команд прошу не ждать. Ясно? Продолжение следует... Извините, Александр Андреевич, но я на участке задержался. И я планерки собираю не для парада, товарищ Матвейчук. Продолжайте, продолжайте. Вопросы есть? Есть! Как с коттеджами? Что с коттеджами? Коттеджи-то стоят. Ну и пусть стоят. Но я же говорил, что будут коттеджи. Вот перекроем русло и тогда достроим. Ничего, народ у нас сознательный потерпит. Ясно. Вопрос снимаю. Так, еще вопросы есть? Значит, нет вопросов. Ну, тогда все. Вот получите, Александр Андреевич. Как, уже перевели? Оригинальная статья. Спасибо, спасибо. Нет, я с Александром Андреевичем не согласен. Не согласен? Отмолчался. А я в следующий раз скажу. А сегодня ты ему кучу в кармане показал. Ну так... Кстати, Иглак Николаевич, посмотрите-ка вот это, пожалуйста. Вот. Александр Андреевич, Александр Андреевич, я сегодня занимался с иностранными туристами. Любопытные истории. А вы не экскурсовод, а главный инженер. Видите ли, Александр Андреевич... Видите ли, знаете ли, честное слово. С вами не электростанции строить, а кружева плести. Уважаемый Александр Андреевич, мы с вами, кажется, уже объяснились. И если я не угоден, я готов уйти хоть сейчас. Но разговаривать со мной в таком тоне вы не имеете права. Он, учуял один хлеще другого? А за все отвечает Платонов? Да. Уважаемый Александр Андреевич, я не могу. Да перестань ты полить. А что же делать? Давай лучше послушаем тишину. А тишина создается звуками... Да не дурю, буру, буру. О, слышишь? Ну, он шляпу измазал теперь, видишь? О, слышишь? Не слышу. А ты еще? О, Мех, а сейчас? Слышу. Хорошо. Был у меня в дивизионе адъютант Марийц. Здорово проклятый птицам подражал. Заслушаешься. А когда его хоронили, дали залп из орудий. Это было так грубо. Наверное. Саша, а тебя солдаты любили? Они мне верили. Да, неблагодарна наша работа. Сколько собак на тебя навешают, пока одну электростанцию построишь. А все-таки строишь. А потом еще одну. И еще. А с чего бы это, а? На комплименты напрашиваешься. Представляешь, какой тут будет жизнь лет через двадцать-тридцать? Представляю. Знаешь, Саша, нашим людям десятилетиями обещали хорошей жизни. Люди нам верили. Если мы ее не дадим теперь, чего будут стоить все наши красивые слова о светлом будущем? Если человек едет сюда, как говорится, по зову сердца, он и в палатке проживет, не беда. А дезертиры и колымчики не стоят того, чтобы о них беспокоиться. Ты уж следи тут за собой. Ладно. И кури поменьше. Ладно. Одни приезжают, другие уезжают. Чего суетятся? Чего им надо? Крусель, дедушка. Что? Крусель. Мать-то тебя бросила? Вот поживешь мое, тогда узнаешь. Ну-ка, пошли. Ура! Автобус пришел. Давай, давай, давай. Еще двери открываю. Пойди-ка. Ух ты, расстегнулся весь. Ну, до свидания. Может, не остаться? Ну, зачем тебе с двумя детьми в палатке мучиться? Поезжай, Варя, поезжай. А я кораблик забыл. Ничего страшного. Не волнуйся, Варя. В краю, где пурган свистит, где ветер и снег, Вдруг, может, может, на полпути устать человек. Начнет отставать, начнет ругать пургу, Но друг разведет костер на снегу. Кто ночь раздвигал плечо у скалом горы, Тот знает о непочем, какие костры. Притихнет пурга, и жизнь придет в тайгу, И друга спасет костер на снегу. Степан Сокарыч, разрешите? Буду очень рад. Пожалуйста. Нет, нет, я не курю. Нравится песня? Знакомая. Вызывает много воспоминаний. Как и вот эта гвоздика. Когда-то такой цветок я носил в петлице. Участвовал в борьбе за передовые идеи. А песня хорошая. Она как-то иногда складывается в жизнь. Для музыки не остается времени. И в этом виноваты мы сами. Человек должен отличаться от своих предков умением наслаждаться прекрасным. А мы живем и часто не замечаем этого. Знаете, Степан Сокарыч, Портком решил провести актив. Именно на эту тему. Что ж, лишняя галочка. Ну зачем же так? В пользу и для дела. И доклад сделаете вы. Шутить изволите? Совершенно серьезно. Я здесь новый человек и прошу меня помочь. Увольте. Мне легче написать десяток книг, чем один раз выступить. Я заметил, что вы отмалчиваетесь. Видите ли, Фёдор Сергеевич, я как-то разучился с людьми разговаривать. Вот вам повод поговорить с народом. Если бы с народом. Видите ли, Фёдор Сергеевич, я у Платонова не пользуюсь ни авторитетом, ни доверием. Ну, очевидно, это потому, что я несколько лет провел в местах не столь отдаленных. Ну, в общем, сидел. Отсюда и все последствия. Простите, Степан Сокарыч, о каком мне доверии вы говорите, когда вам поручена такая стройка? Стройка, если хотите знать, это моя жизнь. Стройка это все, что у меня есть. А мне заявляют, что я кружева плету. Вы домой? Нет, мне еще в котлован надо зайти. Захватите меня с тобой. Пожалуйста, пойдемте. Захватите меня с тобой. Это вам депутатская площадка. А рабочее место... Здрасте. 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 Приветик. Приветик. Здрасте. 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 Ну, а кто автор этого балета? Так Заприводин еще в начале смены обещал прислать ремонтников. И до сих пор нет. Вот беда какая. Степан Сокрович. Я охотно распустил бы людей по домам. А простой следовало бы записать за счет товарища Заприводина. Но боюсь, как это будет понято. Товарищ главный инженер, дорогой, ну вы не бойтесь. С нами же... Согласен. Ну вот, всего доброго, товарищи. А мы здесь за вас потанцуем. А как же насчет лекции-то, а? Да, Степан Сокрович, действительно. Как же насчет доклада? Какой тут доклад? Ну, хорошего. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует. Стащит. Ты Митю Маркина знаешь? Знаю. Ну-ка, позови меня. А он уехал. Как уехал? Куда? Не знаю. Вот, что раз. Вот и два. Федор, тебя можно на минутку? Пожалуйста, к вашему службу. А что это ты вчера какой-то ночной обход учинил? То есть власть решил показать. Ну так вот, я твое распоряжение насчет Заприводина отменил. Ну и зря. Командовать стройка тебя никто не уполновачивал. А что бы ты на моем месте сделал? А я прежде всего извинился был перед Заприводиным. Ну а еще что? И насчет открытого собрания мог бы со мной посоветоваться. Ну тебя же приглашали на бюро. Ты был занят? Ты что, против открытого собрания? А ты еще трансляцию устрой. По радио. А что? Да действительно. Не сектанты же мы. Что же нам прятаться от народа? Это идея. Ты бы лучше сапоги дегтем надраил, дымогог. И это верно. Ну вот, Федор Сергеевич. Еще одну окаменелость экскаваторщик зацепил. Прошу. Батюшки мои. Это что же за сокровище? А? Кто это? Череп рогатой кошки. А вот посмотрите, что мне вчера Маркин принес. Какая щедрость природы, а? Да. Скоро музей можно открыть. Да, все это хорошо, Федор Сергеевич. Все эти кости устроим с комфортом, а сами в палатках будем жить, да? А что? Я бы не возражал. Если бы еще живущие в нас всяческие окаменелости тоже в музейные экспонаты превратились. Очень остроумно. В этом вопросе я ваш надежный союзник, Федор Сергеевич. Благодарю вас. Я так и предполагал. Я слышал, Федор Сергеевич, у нас тут скоро коттеджи будут распределять. Это правда? Да. Но кто в них будет жить, еще пока неизвестно. Так вот, посоветуйте. Вот я начальник основных сооружений, а живу до сих пор на дебаркаде. Кому бы мне вот с этим вопросом обратиться? Можно? Да, пожалуйста. Входите. Ой, простите. Входите. 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 Здравствуйте, Федор Сергеевич. Здравствуйте. С легким паром. Спасибо. Что? Вот, Федор Сергеевич. Экзекуцию намного строили прямо в бане. Вот этими вениками. Вот, вот. И при всем числом народе. Если в следующий раз пару не будет, так мы еще не то устроим. Понял. Слыхали угрожать? Слыхали? Вы знаете, как это называется? Как? Хулиганство называется. Так. Значит, выпороли. Ай-яй-яй. Веником. Ай-яй-яй. Вот беда какая. Выпороли. Выпороли, товарищ секретарь. Уж извините, если что не так. Ну, уж знаете ли. Если в следующую субботу пара не будет, приду и помогу вам. Ха-ха-ха. Ну, не забудьте. Большое вам спасибо, Федор Сергеевич. Ну, а какой второй щекотливый вопрос? Велено вручить вам ордер на коттедж. Платонов распорядился. Только что закончили оборудование, можете переезжать. Ну, а что делать с Маркиным? Придумали? А? Пока еще ничего не получается. Как же быть? Я могу быть свободен? Нет. Вот Эдуард Николаевич. Видите, уже один жилец для коттеджа. Определился. Я вас понял. Перепишите ордер на бригадира земснаряда Маркина. Как Маркина? А вы не волнуйтесь. Я сам договорюсь с Платоновым. А насчет пара давайте условимся. Чтоб таких сцен не было ни в бане, ни в парткоме. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие товарищи, друзья. Друзья, я прошу вас понять мою взволнованность сегодня. Видите ли, дело в том, что я много лет молчал. Говорите громче! А сегодня мне как-то удивительно хорошо. И позвольте мне, старому большевику, начать с разговора о настроении. Ведь как это важно, жить и работать с хорошим настроением. Правильно. На лицо человека в плохом настроении неприятно смотреть. Вот потому-то тема уж сбежал. А может, этого настроения на всех не хватает? Ближе к делу! Вот ваш выкрик, товарищ. Мы порой даже сами не замечаем, как иногда всего только одно грубое слово. Непривитливый взгляд, холодное пожатие руки выбивают человека из колеи. Мы сами часто бываем черствыми, грубыми, злыми. А вот называйте фамилии, называйте. Товарищ Матвейчук, вы вероломно вторглись в тезис моего доклада. Фамилии? Хорошо, пожалуйста. Начнем с вас. Вспомните, как вы организовали встречу комсомольцам. Пустым бочком без воды? С хорошеньким настроением они начали работать. Равнодушие, грубость очень больно ранит человека. При этом, в первую очередь, страдает сердце. Мы привыкли говорить хорошие слова о людях только на их похоронах. А эти слова гораздо более нужны живому человеку. Надо научиться беречь друг друга. Это очень важно, товарищи. Не надо забывать, что у человека есть сердце, товарищ Платон. А я вот скоро пенсионером буду. А по сегодняшний день живу в каюте на Дебаркадере. И стоит мой дворец. Четырех километров от котлована, понимаете ли. И вот каждый день туда и обратно шагаю топую. Вот так. Товарищи, товарищи, мы с вами уклоняемся в сторону. Александр Андреевич в своем приказе, кстати, отмеченном и одобренном министерством нацелил нас на решение большой государственной задачи. На освоение графика основных сооружений решается успех всего нашего коллектива. А вы, Степан Сократович, извините меня за откровенность, но вы проповедуете мещанство. Вы забываете о значении романтики нашей профессии, Степан Сократович. Вы, видимо, забыли, что говорил об энтузиазме товарищ Ленин. Ваша романтика, товарищ Заприводин, извините за откровенность, на уровне плохого хозяйственника. И еще, Эдуард Николаевич, никогда не приходила вам в голову мысль, кстати, проверенная жизнью, что бывает такая защита своего начальства, которая приводит к сущности предательству и начальству, и самого себя. Извините, Степан Сократович, что я прервал вас. К сожалению, среди нас есть еще люди, которые бережно в кармане носят партийный билет, вовремя платят членский взнос, достойно выполняют инструкции. Правильно, выполняют, да еще и перевыполняют их. Вот смотрите, какой я. Я строил, я рапортовал, а я говорю, нет, мы все строили этот город. Это понимать надо. А что это за дорога, Эдуард Николаевич? Здесь ближе, Александр Андреевич, километров на 20. Да, надо толкать. Ну вот, приехали. Давай, вылазь, Эдуард Николаевич. Петя, газуй. Ну? Сделай. Еще раз. Дай, застрел. Стой. Одного я не могу понять, зачем Федор Сергеевич понадобилось разыгрывать этот спектакль? Ничего, в обкоме разберутся. Это надо же додуматься, организовать трансляцию партийного собрания по радио. А ну его к черту. На тракторе надо было сюда ехать. Так, я подъем. Ты что ж опаздываешь? По тебе тут разговор был. Какой разговор? Какой человеку прославишься, как уже возгордился. Здрасте. Здравствуйте. О, Александр Андреевич. Молодцы, молодцы. Михаил Васильевич, поговорить надо. Ты лучше расскажи, какой трансляцию организовал. Новатор, новатор. Что это такое кислое, а? Да что-то плохо спало. А, шалит, да? Есть у меня одно средство народное. Проверенное. Вылечивает. Слушай, тут у вас рядом соседи, эсопромхоз, открывает дом отдыха. Пойдем вместе. Поговорим в машине, кстати. Нет, не до гостей мне сейчас. Что, нервы, да? Каплю зеленина. Три раза в день повесить капель. И все, поехали. Да нет, не могу, я в отдел. Ну, как хочешь. В отдел, так в отдел. Будь здоров. До свидания. До свидания. А, Александр Ильич, а то поедем. Тебе там рады будут. Отдохнешь. И эту самую трансляцию там организуешь. Да рано нам отдыхать. Острогонечный, белый лесник. Над голубыми глазами озежь. Вот так бы ехал, ехал и без конца. Стоило из-за этого барахла 200 километров ехать. Переодеться бы и пожевать чего-нибудь. А мне понравилось. А, мораль-выдумка человечества, а не вывод из жизненного опыта. Алеш, ты бы мне хоть когда-то цветочек, что ли, подарил? Розы? Ну, почему розы? Не обязательно. Нарцисс. Гордый, самовлюбленный цветок из легенды. На тоненькой ножке, с запахом французских духов. Рассветка белая, желтая. Два нарцисса, рубль. Три со скидкой, рубль двадцать. Ненавижу цветы. А лучше я тебе щенка подарю, хочешь? Пойму я тебя. Могу объяснить. Как сейчас вижу. Стоит мой отчим на дачном участке. По лицу слезы вот такие. С кулак порублю штука. А вокруг ничего. Даже паршивой ромашки ему не оставил. Зачем понимаешь, так едешь? Голова, два уха. Совсем очевидно. Буланова, звезда нашей стройки. Понимаешь, каждый день такое безобразие. Точно понимаешь, на своем собственном диле разъезжается. Ну, хватит, коль пойдем. Куда пойдем? Работать, коль, работать. Работать, коль, работать. Слушай, комсорка, ты разговаривал с ней, но как девушка с девушкой? С Буланом? Да. Ну что, Федор Сергеевич, не говорит-то совестно. Вира! 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 Эй! Ха-ха-ха! Стоп-те, она нелегкая! Ха-ха-ха! Майна! Майна, майна, майна! В ножном, мальчики! Твердила мама, мне твердила мама. Про самолеты на себя забудь. А я упряма, ах, как я упряма. И вот лечу я, или чуть не боюсь. Берегись! Увольнись. Смешно. Грустно. Смех дело нужное, а это совсем не смешно. Ясно? Ясно. Нась, садись! Да плюнь ты на эту пропаганду! Нась, садись! Ну, садись, говорят! Нась, садись! Ну, садись, говорят! Откоренно, Настасья Федоровна, я понимаю тех, кто не хочет держать вас на стройке дальше. Ну и понимаете, выгоняйте! Ваше право! А что хорошего у вас на стройке? Только и слышь, потерянная, пропащая, грубиянка! Красивая! Да ну что вы! Красивая! Ну что вам не красивого? Глаза! Присмотрите своим глазам, как следует! Руки красивые! Вся ладная, сильная! Да ну что вы такое говорите, товарищ секретарь! Я говорю, вас влюбиться можно! Вот беда какая! Знаю вас, все одинаковые! И Ребров! Не ваше дело! Да! Выборить друзей вы не очень разборчивы! А кем хочу, тем и дружу! Ясно? А нам ваши агитки, во, надоели с Ребровым! И вы не троньте его! Ему и так не сладко живется! Его... Все наплевали на него, даже мать родная! Это почему же? А потому что он из дома убежал! По идейным соображениям! А кто были ваши родители? Да нет у меня родителей, еще и в войну погибли! А кем был отец? Пограничникам! Кем? Пограничникам! Что, не верите что ли? Да нет, вы рассказывайте, рассказывайте! А что рассказываете? Ну, про отца, про мать! Не помню я их! А что помните? Петуха, помню! Вот видите, он не наклюнул, даже отметина осталась! Простите! Да! Пожалуйста! Когда я буду сегодня на вашем участке, если хотите, там разыщу вас! Хорошо! Значит, отца Федором звали? Да нет, я после войны недолго жила у женщины, фамилия Буланова, Федоровна, я зовусь по ее мужу! А свою фамилию не помните? Что, допрос, что ли? Ничего, уставился! Настасья Федоровна, Настасья Федоровна! Может, канавщицей попробовать? Хорошо бы! А кто доверит? Ну, это напрасно! Свет не без добрых людей! Алёша! Ты здесь! Чем там занимались? Политэкономию изучали? Алёша! Да! Дурачок ты, дурачок! Свети, Александр Ильич! Ну, в чем дело? Чтобы меня попрекали! Я можно так сказать! Ну-ну! Вот вам заявление по собственному желанию. Что, жаловаться прибежал? Сегодня опять Большаков пришел в общежитие. И при всем честном народе накричал на меня. Я ему говорю, что у меня нет штатов. А он опять засвоил. А потом, как закричит, болтует. Все, Большаков? Да. Кричал? Да. А потом сказал, что я пустомель. Да, ну, раз кричал, значит, за дело. Надо забирать свою писанину. Не понял. Вы свободны. Платонов. Да, подписал. А я не обязан с тобой советоваться. Александр Андреевич, я очень прошу задержать приказ. Вот тут у меня еще один защитник сидит. Ну, его-то я понимаю, а вот тебя, Федор, извини, не могу. Да нам от таких, как Буланова, избавляться надо. Ну, знаешь, у меня своих дел по горло. Нет, нет, я за ее художество отвечать не собираюсь. Я настоятельно прошу тебя, задержи приказ. Не заскучаешь тут с вами. Берегите сердце, Александр Андреевич. И как это там было, не портите себе и другим настроение. И как это там было, не портите себе. Берегите сердце, Александр 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 Александ Александр 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 Александ Девчонки, прошу. Слушай, ты у меня ничего придумать не могла? Ну, девочки, так нельзя. Ну, что это такое? Брезгуйте. Рано утром выйди на берег высокой В час, когда рассеется туман Ты сразу увидишь, как пляшет веселый Великий он же тихий океан Ты сойди на гальку и молча потрогай Воду разных рек из разных стран Он много, что видел и помнит он много Великый он же тихий океан Долго шли этапы На север, на север Ждал их край планеты Магадан Но судьям суровым Не верим, не верим Великый он же тихий океан Извините, Степан Сократович Я все хотел вас спросить Почему вы на стройке один, без семьи? У меня нет семьи Распалось И довольно давно уж Сёдин Сергеевич, а вы что, тоже одиноки? Да нет, теперь у меня снова есть семья То есть как снова? Видимо, в связи с войной? Да На границе сразу и жена, и дочь Да Сёдин Сергеевич, прошу вас Настоятельно прошу Переезжайте ко мне У меня пустует целая комната А вы живёте в гостинице Как-то это... Переезжайте Слушаюсь Ведут О, девица, горечь со сладостью Из тебя Прасковья Макаренко хотят сделать Что ж прикатали, шармоки Алёша Может, за шампанским сбегать Не смеши Понимаю Многостаночницей решила стать Вот это массаж Спасибо Любопытные у вас отношения Здравствуйте, люди добрые Здрасте Здрасте Прасковья Григорьевна Вот вам помощницу привёл Ну что ж, красавица Полезай Только там у меня всё в мазуте А то меня не пугают А то заикаться будут А, ты, видать, храбрая Зин Зина Прось комбинезон В самый раз Эй, чего любуешься? На два вас груздём Набирай высоту Давай-давай-давай-давай-давай Не кричи А то обижусь Музыка 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 Возьми в углу тряпку, вытри пыль. Дыхни, а ну дыхни. А ну дыхни, кому говорят. Убирайся. Меня никто не спрашивал? Целый день звонит. Когда же начнем? Жду, жду, пора уже. Мебель передвигать. А, это сейчас. Сейчас мы это делаем. Этот стол сюда, этот сюда. Хорошо, так было уже. А ковер? У прошлогоднего ковер был. Гамак. Гамак? Какой гамак? Стол вон и гамак. Обыкновенный. Ну, шутник же, Федор Сергеевич. Гамак и никаких гвоздей. Давай, давай, заходи. Ты что, ты заходи, не стесняйся. Федор Сергеевич, ну кого ж ты меня привел? Она ж пьяная. Это ж со вчерашнего. Такой не то, что кран. Лопаты доверить нельзя. Ой, ну не надо. Плевать я хотела на вас, на вашу технику. Добрые люди, добрые люди. Где они, твои добрые люди, секретарь? Ну, может, вот это? Видала я доброту. Нет их, добрых людей, понимаешь? Вывелись они. Вернитесь. Ну, что, командуйте. Ну, ведь он мне солдат, чтоб держать руки, Паша, вам. Не беспокойся, секретарь. Устроюсь бы твоей помощи. Не волнуйся. До свидания. Смотри. Привет. Привет, Макаренко. Эксцентрические этюды в постановке Сергея Каштеляна исполняет Борис Амарантов. АПЛОДИСМЕНТЫ Трагедия шофера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Макаренко 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 Спасибо. Интересная партия. Да. Шах. Потеряете качество. Это так. Федор Сергеевич, меня отзывают со стройки. Что же вы решили? Я чувствую, что все мне становится безразличным, и даже стройка. Ну, посудите, я, например, ставлю вопрос о возможности фильтрации на перемычки, а Александр Андреевич даже и слышать не желает. Руки опускаются. Вот, например, видите, осталось пустяки, а вторую неделю не могу рассчитать. Да, впрочем, теперь это ни к чему. Не можно посмотреть, Степан Сергеевич? Прошу. Алло. Мат. Мат. А, товарищ Рябов, привет. Вы хотели сказать Ревров? Простите, товарищ Ревров. У меня опять к вам просьба. Помогите, пожалуйста. Что, опять Коломбина захромала? Ну, так, представьте себе все время на одну и ту же ногу. Сейчас приведем к стандарту. Как женщина, к тому же капризная. Все они такие, с характером. К сожалению, непостоянным. Да и наш брат тоже не без греха. Говорим одно, делаем другое. Вот Большаков. Вроде хороший человек. А то же понимаете. Слушайте, бросьте вы ее. Она, говорят, у него ночевала. А ну, повтори. Повтори. Собляк. Стой! Слушай, друг. Что случилось? На зарезу нужен мотоцикл. Это вам не игрушки, товарищ Ревров? Ну, вот так нужен. Пожар! 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 Погасла. Погасла. Боже мой. Ты зачем сюда пришел? Так, поломойкой решила стать. Эх, и бровь, ничего ты не понял. Грязная работа. Хотя, если по идейным соображениям... А ну, уходи. Настя, хочешь на колени встану? Так это полы чистые, не запачкаешься. Вымыла. Я думала, ты человек, а ты так, как все. Ты что? Да ну тебя. Сумасшедший ты человек, башенька. Башенька, а ну-ка, тащи нам моченые яблочки. Сейчас. Да, инженер, ты неплохой, а вот патроны заряжать не умеешь. Александр Ильич, возьми на охоту. Тебя, такого длинного, ты мне всех зайцев там напугаешь. Да, Степан Сократович, говорят, отзывается. Ну что ж, там ему и место на кафедре. Слушай, что-то у нас сегодня с тобой не клеится, а? А, чего бы, да. А вот и закусочка. Ну вот так, ешьте. Спасибо. Ну, полимся. Эдуард Николаевич, вас можно поздравить, да, с повышением? Весьма признателен, но это еще вилами на воде писано. Ну, не знаю, не знаю, Саша. Саша сказал, что, в общем-то, этот вопрос уже решен. Да, ну, что ж, начальству виднее. Ну-ка, держи. Саша, к тебе пришли. Кто там еще? Федя. А что это? Саша, вот познакомься. А что это? Это новое предложение Толстопятого, очень интересное. С Толстопятым вопрос решен. Толстопятов останется и никуда не уедет. Ну, чего ты волнуешься? Баба с воздуха были легче. Не легче. Главный инженер, крупный специалист. И отпустить его накануне перекрытия, это по меньшей мере не серьезно. Так, опять ты влазишь в мои дела. Это не твои дела, это наши общие дела. И тут твое субъективное отношение к людям не имеет права влиять на дело. Толстопятов должен остаться, пойми. Что нужны тебе и стройке. И самому Толстопятову. Ты заметил, какое у него настроение? А я не психиатр, не обязан лечить его душевные раны. Обязан. Ишь ты. Ну-ка, выкладывай, чего я тут еще обязан? Не разводить умственных тунеядцев. Каких-каких? Умственных тунеядцев. Безразличных дел у дипломированных и ждивенцев. Ни один из них ничего не решает, ни за что не отвечает. И не потому, что не может и не хочет. А потому, что ты все сам решаешь за них. Феденька, ну кто же из нас против демократии? Но когда кота дома нет, мыши резвятся. Сашенко, власть дается не для того, чтобы вокруг себя из людей карусель устраивать. Орел, орел, ух и орел. А ну-ка, давай поменяемся ролями, и я посмотрю, что останется от твоих рассуждений. Что? Добреньким хочешь стать? А может, добрым. Вот беда какая, ничего плохого в этом не вижу. И мало того, тебе советую. Да как же можно оставаться равнодушным к людям, с которыми ты живешь, не откликнуться сердцем, если понимаешь, что подлинный гуманизм в том и заключается, что наше общество должно создавать условия для расцвета личности, для труда, для жизни человека. Ты вот болтаешь о красивой жизни, а я ее делаю. Да, так делаю, что у тебя люди до сих пор живут в палатах. Ничего, я тоже жил и в палатках, и в землянках, и ничего со мной не случилось. Не за горами то время, когда все будут жить в коттеджах. Я прошу понять меня правильно, Александр Андреевич. Мы с тобой очень задолжали. Это кому же я задолжал? Людям. Человек должен уже сейчас ощутить радость труда. А какая у нас радость? Бытовая неустроенность рабочих, а безличка, умственная инертность. Застой творческой инициативы. А вот такие товарищи, как заприводин из тебя, икону делают для поклонения. Это какую там еще икону? Времена таких хозяев прошли навсегда. Не поймешь этого, в конфликт с партией вступишь. Это я? Ты вот что секретарь, ты говори, да не заговаривайся. Я не посмотрю, что ты мне друг и приятель. За такие слова. Саша, Федя, ну что вы, честно. Ася. Федя, Феденька, ну куда же вы? А ты его не держи, пускай, пускай идет. Ну я не знаю, ну пустяки же. Нет, это совсем не пустяки. Сашенька, а ты уверен, что ты был вбран? Саша, Федя, ну куда же вы? Товарищ Спиринг, на сколько поднялся уровень воды в реке? На два метра. Да. Позьми, позьми. Позьми, поздьми. В порядном говорят, весяк и лести, что из вас от путь, и мы умрем, когда умрем. И мы всегда, и мы всегда, и всюду вместе, и все втроем, всегда поем. Пусть нас нельзя. Ночь и рожденья, без нас, и свадьба не проводит, не бывать. И мы сейчас идем веселье, на новоселье подымали. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Куда это вы в таком виде собрались, а, Конь? А что? Да мы с вами такими и танцевать-то не будем. Это ещё почему? Срамиться ещё. Маркин, все начальство пригласил. Да. Пусть и танцует со своим начальством. Да-да. А что, мужчина, что надо? Один Большаков чего стоит. И вообще мне нравятся мужчины в очках. А Платонов-то каждый день в белой сорочке ходит. Ясно, ребят. Пошли, пошли. Ну ладно, раздевайся. Не понял. Да снимай тебя все. Спокойно. Я щекотки боюсь. Что ж так и будешь мокрых брюк стоять? Да. Вот так. Без нас нельзя, без нас нельзя на дни рождения. Без нас и свадьба, чтоб не бывать. Ха-ха-ха-ха. И мы сейчас, мы сейчас идём в веселье. На новоселье подымать. Вот так. Чьи? Володя. Твои. Молодёжь, молодёжь, соль земли. Наше будущее. Да. Я уверен, что если бы все у нас на стройке были бы такими орлами, как ваша бригада, то мы, пожалуй, уже завтра сдавали бы плотину. Да. Как ты думаешь, Маркин, а? Ну-ка говори, говори, теперь за тобой слово. Да ну что? Давай, 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 давай. Ну так, значит. Работаем мы ничего, но можно лучше, верно? Да, наверное. А вам, Александр Андреевич, спасибо за то, что вы пришли к нам на новоселье. Ну, я так думаю, хорошо бы, чтобы такие новоселья были два-три раза в день, верно? Правильно, и в бюджете экономия будет, а? Я не умею говорить тостом. И что, Сергеич, выручайте. Ну ты давай не прибедняйся, не прибедняйся. Ну конечно, сказал, лучше не придумайся. Вы послушали, как говорит бригадир, когда с работы не ладится. Это ж поэзия. Ну а что говорит, когда все нормально? Ну ладно, я скажу коротко. Радуюсь, глядя на вашу дружную, неразлучную бригаду, и поздравляю вас с возвращением хозяйки в дом. О, спасибо. И пусть у нее никогда не будет поводов хотя бы на короткое время покидать дом. Правда? Правда. Ваше здоровье. Да, это правильно. Вот так-то, Варвара Сергеевна, иногда полезно поучиться и у жен декабристов. Ну что, споем, что ли, а? Товарищ Маркин. Это же произвол. Получайте ордер на семью, объезжайте всей бригадой. На каком острове? Федор Сергеевич. Я прошу, давайте разберемся. А тут уже разобрались. Раздевайся, давай выйдем. Я на работе не принимаю. Слушай, ты бы сел, а. Ладно. Садите, садите. Александр Андреевич, пирога. Дорогому гостю лучше кусочек. Что это вы ничего не едите? Да спасибо, я уже поел. И вам, товарищ Матвейчик. Матвейчук. Варя, а нам? Нам-то, нас, Федор Сергеевич, чего ж не угощаешь? Вас я еще буду угощать. Он человек свой церемониться не станет. Нет, нет. Разве только шампанское? А ты пей, что дают. Может, споем, что ли? Ой, там так и шампанское. О, Степан Сократович, я и не знал, что вы такой романтик. А все знать даже секретарю порткома не обязательно. А я вот давно отметил это качество. Благодарю вас, Степан Сократович. Проходите. О, Степан Сократович. Э-э-э-э-э-э-э-э-э. Ваше здоровье. Иди ты. Братцы, ну теперь споем. Без нас нельзя, без нас нельзя на дни рождения, Без нас и свадьба, чтоб не бывать, и мы сейчас идем в веселье. Надо нас вас селье подымать. Вы еще здесь? Ну, я хоть не ту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Распорядитесь убрать из котлована всех лишних людей, всех до последнего. Приготовьте насосы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, в чём дело? Маслопровод лопнул. Бульдозер! Не дам я гробить самосвал, не дам! Отойдите от машины! Вы понимаете, что вы делаете? Это же преступление! Сейчас же прочь от машины! Нет! Прибров! Да как ты? Да кто ты такой? Учтите, я протестую! Александр Ильич, вот! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВОЗГЛАС АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я предупреждал вас Знаете, что это? Преступление Ну, что еще? Необходимо убедиться Выведены люди из коплова Подожди Тут, оставайся Извините, Федор Сергеевич Еще вам помешал Здесь у меня немного меда нашлось Меня в детстве медом лечили от простуд Давайте сюда мед Это замечательно Давайте мед Знаете, Степан Сократович Мне иногда кажется Что людям не обязательно нужны хорошие слова Нужно, чтобы просто им было всегда хорошо А мне сейчас удивительно хорошо Вы, извините, Федор Сергеевич Сейчас больше похоже на матрешку Которую на чайника одевают Думайте обо мне, что хотите Ну, невозможно приятно, когда за тобой ухаживают Заботятся Хлопочут вокруг караоадов И кругом карусель Вот тебе раз Эй, Степан Сократович Карусель получился Федор Сергеевич Вы бы температуру усмирили А то, извините Как-то странно Да? Это что? Вы знаете, я тут перед вашим приходом С очками разговаривался Такая разговорчивость напала Вот только забыл спросить Почему меня заставляют В одиночку чайпить? Ну, наливайте Давайте-давайте Пока не остыл Ну, нельзя беспокоиться То есть как-то нельзя Врач запретил И мне тоже И вам тоже Врачи говорят Ничего серьезного Промох Мало ли, что говорят врачи Вон Видите, бредит Мастер Гземер Арчи Надо же Сквозняк Какую струну С добрым утром Федор Сергеевич Доброе утро, Степан Сократович Здравствуйте Спасибо за мед Большой Видите ли Александр Андреевич Временно передал мне Руководство Строительством Срочно выезжает в Москву Вызывает На коллегию Министерства Я полагаю Его вызвали не для комплиментов Что же мне раньше не сказали Он запретил Говорить вам До своего отъезда Ах, гордец ПЕСНЯ 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 Федор Сергеевич Ой Ну куда же вы Вы же больно Вам лежать надо Я больной Степан Сократович Как это вам нравится Я больной А? А я ему яблоки принесла КОНЕЦ Звезды фонарей касаются, Спокойно спит Москва красавица. Может, снится ей город молодой, Тот город, что построим мы с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю, Ребров. КОНЕЦ Алёша! Алёшка! Алёша! 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 Субтитры создавал DimaTorzok